Солнечная Франция 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 причину некоторых некомфортных моментов. Завтра будем бороться за победу. День завершала культурная программа с концертом местной версии группировки «Ленинград». В главный соревновательный день от самого утречка болельщики спешили занимать зрительские места. Закрученная интрига зачета Туринга вызывала особый интерес. Сможет ли Матвей Фуражкин что-то противопоставить грозному чешскому дуэту? Теперь дорожку выбирал уже не он. Но российский пилот стартовал столь стремительно, что уже к первому виражу прилетел с весомым дистанционным отрывом. А в повороте от Акар Выборный буквально прорвался мимо Ватлова Фейфора, оттеснив того на третью позицию. И пока чешские парни разбирались друг с другом, Фуражкин учался так далеко, что сразу снял все вопросы о победителе заезда. На втором круге его преимущество составляло 3 секунды. Еще один оборот трассы добавляет ему уже 4 секунды превосходства над Выборной. Какое-то время от Акар старался тянуть за Матвеем, но и это ему не удалось. Превосходство гонщика на автомобиле под номером 212 постоянно нарастало. Фуражкин берет убедительный реванш. Но второе место Выборной оставляет ему преимущество выбора позиции на третий хит. Что ж, с тем большим интересом все ждали развития событий. Как скоро выяснилось, Матвею Фуражкину решительно все равно, с какого края дорожки, стартовать. Вновь стремительное ускорение оставляет соперников позади, с той разницей, что за ним оказывается Васлав Фейфор, а Выборной теперь третий. И обошлось без толчьи. А дальше все как по нотам партитуры российского спортсмена. Более того, технические проблемы заставили от Акара Выборной покинуть дорожку. И преследовать Фуражкина пытался один Фейфор. Но это ему совсем не удавалось. Матвей с каждым кругом отрывался все дальше, пока перестал замечать соперника в зеркалах заднего вида. Матвей Фуражкин вновь побеждает и возвращает себе стартовый приоритет в тот самый момент, когда это особенно важно, к финальной гонке. Во Франции без шоу не обойтись. И парад участников проводился в непринужденно веселой обстановке. Здесь, на крупнейшем автокроссовом форуме континента, наша команда представляла великую страну. И получила свою порцию аплодисментов. Вот так бы и после финала. И вот он момент решающей гонки. Матвей Фуражкин занимал правый ряд первой линии. В центре Вацлав Фейфор. Слева от Акар Выборный. Зеленый флаг. Сигнал. Старт. Фуражкин рвет с места в карьер. И успевает раскатиться смещением к внутренней бровке. Выборный второй. Но Фейфор прямо торпедой скручивает поворот. И выскакивает лидером гонки. Фуражкин тут же плотно преследует. И на втором вираже атакует в подъем. На выходе опережая соперника. Вацлав моментально реагирует мощным боковым давлением. Матвей упирается. Кто кого. И две машины стыком летят к брустверу. Жесткое касание. Но Фуражкин устоял и с пуртом возвратил себе лидерство. Но на спуске скорость так велика, что его сносит к отбойнику. И Фейфор мгновенно перехватывает инициативу. Вот это гонка. Вацлав удержал преимущество на вираже. Но Матвей совсем рядом и уже знает, что делать. Атака в подъем. Поворот. И на первой позиции снова российский пилот. Но теперь без ошибок. И соперник начинает терять темп, упуская инициативу. Фуражкин уже в отрыве. А Фейфор как раз ошибается до разворота. И пропускает не только от Акара Выборны, но и Лукаша Червены. И теперь преимущество Матвея становится громадным. Вторая фаза гонки стала для него своеобразными кругами почета. Фейфор в локальном сражении отвоевал у Червены третью позицию, слегка подсластив горькую пилюлю неудачи. Выборный вполне довольствовался вторым местом. А Матвей Фуражкин демонстрировал французской публике мощь и красоту технического превосходства лидера чемпионата Европы, одержав сверхубедительную шестую победу подряд. И после финиша не скрывал ликования, приветствуя публику. Подиум в Сент-Джордж-де-Монтегю честовал лауреатор Вацлава Фейфора, Отакара Выборны и Матвея Фуражкина. Ликуй, Россия! Наш пилот вновь на самой вершине! С каждым победом приятно по-своему? Да, абсолютно точно, но это была очень важная для нас победа. Мы очень хотели здесь победить, потому что на этой трассе, как и на Матченберге, в котором мы уже завоевали первое место, у нас никогда не было счастья и мы никогда не стояли на подиуме, поэтому это первый раз, когда мы выиграли. И встали, в принципе, на подиуме, так что это придает особенную эмоции, которые просто невозможно описать. И мы все очень счастливы. Финал зачета баги 1600 изобиловал острыми моментами. Стартовый разгон остался за 106 номером Марвином Хольц-Лайтнером из Германии. За ним в жаркой схватке поворота устояли 104 номер Милан Ваник Чехия и номер 114 Винсент Мерсье Франция. А вот чемпион Европы Петр Никодем подзадержался в середине группы. Но каждый поворот тасовал когорту гонки. И, казалось бы, устойчивая позиция легко расшатывалась. Мерсье подтянулся вплотную хоть к Хольц-Лайтнеру и без лишних церемоний поменял его на лидерской позиции, которую уже никому не отдал. Никодем сумел последовательно прорваться на третье, а затем и на второе место. А за призовую позицию Ванику пришлось повоевать с французом Дэймьеном Крепье. К радости публики Винсент Мерсье приносит Франции победу. Никодем второй, Ваник третий. На разгоне финала супер-баги французы Томана Калетта и Джонни Филют пытались опередить Бернта Штубе, но опыт и мастерство девятикратного мастера Европы стали решающим аргументом. Анак Летта понаружу атакует в подъем, но едва удержался на дорожке боковым прокатом по брустверу и оказался на пятом месте. А на второе, обогнав Филюта, проскочил Радек Йордок из Чехии. Эта суматоха оказалась на руку Штубе, и он умчался в дистанционный отрыв. Вопрос о победителе решился досрочно. Йордок, поймав удачу, отчаянно оборонялся от натиска французского дуэта Филют-Анак Летта, сменявших друг друга в ближайших преследователях. Все разрешилось на последних кругах. Филют неудачно атаковал и уткнулся в бруствер, предоставив Фанак Летта третье место. Йордок второй, а Берн Штубе одержал одну из самых легких побед в сезоне, что ничуть не умаляло его радости. Церемония официального награждения подвела итоги этого во всех отношениях замечательного этапа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова